Давайте мы сначала обозначим общую проблематику, почему ГИМО оказался вовлечен в тему туризма, потому что вроде как бы тема-то не совсем профильная для университета. Смотрите, в 90-е годы для того, чтобы стать туристом и съездить отдохнуть куда-нибудь за границу, надо было что делать? Надо было пешочком сходить в какие-нибудь там кассы авиакомпании, попробовать достать авиабилеты или как-то попытаться, не знаю, даже факс отправить в гостиницу, у кого он был этот факс, или письмо им написать, что вы хотите приехать там забронировать. Понятно, да, то есть нужны были вот такие вот посредники, которые как раз весь комплекс услуг они бы обеспечивали. Сегодня у нас жизнь совершенно другая. Каждый зашел там на удобную для себя онлайн-платформу или в какое-то цифровое приложение, заказал себе билеты, причем выбрал любую из авиакомпаний, хоть отечественную, хоть зарубежную, выбрал отель и, в общем, сам поехал, сам себе туристический отдых организовал. Сейчас и направления туристического потока, они смещены. У нас, да, конечно, остается крупным вот этот сегмент выездного туризма, но его стремительно догоняет внутренний туризм. А если мы здесь немножко подумаем об интересах государства, то мы очень хорошо и сразу осознаем, что как раз выездной туризм, который сегодня обеспечивается правовым регулированием, это, в общем, та сфера, в которой государство меньше всего заинтересовано, давайте так прямо скажем. Потому что, когда турист уезжает, он меняет нашу отечественную валюту, да, по вот этому курсу, который сейчас куда-то там летит, он покупает иностранную валюту, он ее вывозит, и он там тратит, обеспечивая экономическое развитие тому государству, куда он поехал. Если он остается внутри страны, если это внутренний туризм, то это намного лучше для государства ситуация, потому что человек тратит эти деньги здесь внутри, он развивает, работает на свою экономику. Но самая лучшая ситуация, это, конечно же, въездной туризм. Это когда мы открываемся, это когда мы предлагаем что-то людям, которые приезжают посмотреть. И вот здесь у нас начинает формироваться государственная политика в сфере туризма. Это полностью меняет всю инфраструктуру, это меняет концепцию бизнеса. И под эту концепцию нам, конечно, нужны новые управленцы, нам нужны менеджеры, причем нам нужны такие специалисты, которые понимают и специфику выездного туризма, потому что запрос на эту сферу остается, потому что люди все равно будут стремиться. Ну просто это совершенно другие условия работы этого бизнеса. Сейчас мы заходим, ну тоже не буду называть там, на сайт какой-нибудь агрегатор, и все там себе прекрасно выбираем. То есть здесь совершенно по-другому это все работает. И поэтому, конечно, здесь нужны совершенно новые образовательные программы. Вот поэтому МГИМО как абсолютно уникальная образовательная организация, имеющая потрясающие и контакты, и вообще потрясающие компетенции, связанные с тем, как, да, связанные с возможностью научить людей, как им работать, как им встраиваться в другую культурную среду, как искать бизнес-партнеров, как вот это все организовать. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, как структура замечательно встроенная и во все вот эти наши внутренние системы и органов исполнительной власти и во внутренние экономические процессы, конечно, она может обеспечить подготовку таких уникальных и абсолютно востребованных для вот этого нового туристического бизнеса специалистов. Мы реализуем программу, мы реализуем и магистерскую программу. И мы сейчас понимаем, что для того, чтобы уровень магистерского образования был таким полным, совершенным, то есть чтобы диплом магистра, он не возникал из воздуха, а для того, чтобы человек, который поступает в профильную магистратуру, уже имел необходимые компетенции, их необходимо уже на первой ступени высшего образования формировать, мы запустили и программу бакалавриата в сфере туризма. То есть мы изначально, мы выбираем те курсы, мы выбираем те предметы, мы выбираем те дисциплины, которые будут необходимы будущим управленцам. И по сути МГИМО их сопровождает вот все те 4 года, что они учатся на бакалавриате, обеспечивая им необходимый набор специальных дисциплин. И дальше мы их видим в профильной магистратуре. Хотя у магистратуры тут есть и другие задачи, потому что те профессионалы, которые сегодня работают в туристическом бизнесе, те, кто, может быть, даже и собственники гостиниц, те, кто занимается экскурсиями и так далее, они тоже видят вот эту потребность перестроиться. Они тоже, конечно, прекрасно, они даже лучше нас, ученых, понимают, насколько меняется среда, насколько меняются отношения. И они прекрасно понимают, что им тоже нужно повышать свой уровень квалификации и довольно часто они тоже выбирают вот эту нашу магистерскую программу и приходят для того, чтобы получить необходимые компетенции, получить нужные им знания и сформировать навыки. У нас абсолютная, да, вот статистику, если посмотрим, у нас абсолютное большинство туристов, они сами перемещаются. Слушайте, сейчас самый простой способ организовать себе турпоездку, сел на машину и поехал к морю, правда? Это вообще у нас там где-то в кулуарах называется самодеятельный туризм и никак не регулируется. А почему это не регулируется? А почему мы не должны предоставлять государство, которое заинтересовано как раз, да, намного больше заинтересовано в таком виде туризма, внутреннем туризме? Почему оно не должно создавать для этого условия? Почему оно не должно какие-то программы специальные реализовывать, чтобы расширять, чтобы поощрять эту сферу? Конечно, должно. И здесь тоже роль МГИМО как экспертного центра, мы должны об этом помнить, и мы должны всячески ее поддерживать и усиливать. То есть здесь МГИМО как раз может входить в состав экспертных групп, МГИМО может входить с предложениями в те же министерства, МГИМО может сам инициативно разрабатывать какое-то регулирование. То есть вот здесь целый такой комплекс, НИР, как мы это называем, научно-исследовательских работ. Это тоже одна из таких сфер. Плюс помним о том, что МГИМО это и уникальная коммуникационная площадка.